Всем привет, друзья! С вами снова я, Марк. Продолжаю работу над Хоксмитом. Я, как вы помните из предыдущего видео, я уже сделал здание Дервиш и Бэнкс окончательно. Там его чуть-чуть даже внутри сделал, задекорировал, как вы видите. Вот здесь форма, Слизерин, здесь Гриффиндор. Ну, это, в общем, не важно, просто школьная форма. Также давайте развернем его. И там идет шкаф, всякие кубки, шкаф со всякой мелочевкой. Здесь шкаф с книгами, там еще всякие сундуки. Но это уже будет потом, а пока вы можете здесь посмотреть после этого видео, видео, как я его делал. Там даже будет небольшой таймлэпс. Здесь сейчас у меня здание построено, уже еще одно готовое. Это почта. Давайте его покручу. Это небольшое здание, оно в два раза меньше, чем Дервиш и Бэнкс. И, в принципе, как и все остальные, оно одно из самых небольших у меня получилось. Но достаточно миниатюрных и симпатичных. Здесь, как вы видите, у него три этажа. Ну, вообще там два этажа, сейчас покажу. Первый этаж идет витрина. Тоже с панорамными, можно сказать, окнами. Коричневого цвета окна. Здесь я еще одно окно не вставил. Я его позже, стекло это, вставлю. Можете не обращать внимания. Здесь, на втором этаже, идет типа клетка. И здесь еще одни окна. Также сверху просто какая-то надпись. Здесь, на самом деле, из модульного здания. Что, типа, выиграли столько-то, столько-то денег. Но так издалека, в принципе, не видно, что там написано. Поэтому эта надпись чисто как декор, декорация. Вот, сверху есть также трубы, крыша. Здесь у нас идет вход. С боковой стороны вход, как вы видите, обвален весь письмами. Дальше. С другой стороны входа нет. Просто небольшая детализация стены. И давайте посмотрим, что у нас внутри. Внутри у нас якоб. В письмах тут весь заваленных. Смотрите, здесь очень много письм и таких, и таких. И, как вы помните из предыдущего видео, сделать это достаточно просто. Вот меня просили технику, как делаю. Вот одна из техник. Это кучка писем. Деталька с одним пином. Друг на друга ставится. И сверху просто принтованная деталь. И получается эффект, как будто здесь навалено много писем. Также здесь есть коробочка с посылкой, чашка. И, как видите, там у меня занавески эти я использовал. Шторы красного цвета. Ну, здесь, возможно, не он, конечно, будет, а другая какая-то фигурка. Ну, просто так ее поставил. На втором этаже у нас идет мансарда, грубо говоря, такая двухэтажная, с дыркой посередине. Здесь тоже есть письма, которые приносят, собственно говоря, совы. У меня раз, два и три. Три совы. Здесь есть два чана, куда они должны кидать эти письма. Но они их просто складывают, поскольку они очень умные, складывают их друг на друга. Также есть еще мышка. Вот. Вот такое здание почты. В конце видео покажу, как оно смотрится в Хоксмите. Поставлю его, поэтому не выключайте. И сейчас я уже начал делать, говорил, что буду делать кабанью голову. Но здесь у нас бар три метлы. Это здание получится самым большим. Вот. Пока вот это здание является самым большим. Это у нас Дэвиш и Бэнкс. Вот я представляю. И, как вы видите, оно больше на шесть клеток. На шесть пинов. И я его делаю не совсем так, как я делал предыдущее здание. То есть я сначала здесь все задекорирую. Первый этаж. Затем выстрою стены. Будет второй этаж, третий этаж и так далее. И в чем прикол будет этого здания? У него не будет открытой какой-то стены, как, например, здесь или здесь. А у него будет эффект модульного здания. То есть стены будут. И будут этажи сниматься. И видно будет, что находится внутри. Вот. Здесь уже сразу я построил, смотрите, второй этаж. Здесь у меня на втором этаже идут такие белого цвета стены. Колонны типа. На них даже есть какая-то вот новость. Далее. Разбросаны здесь повсюду всякие ящики, сундучки, бочки. И также четыре столика с стульчиками. Я столики эти поднял на одну... Ну, как, на один кубик вверх. Стульчики, а столики вообще на два кубика вверх. Так как я решил сделать пол в, типа, такое, обшарпанное дерево. Сдалека как это выглядит. Ну, я еще это буду доделать. Только начал. Я думаю, будет выглядеть, конечно, лучше. И позже вам покажу, соответственно. На столиках уже разместил я сливочное пиво. Ну, мне, например, друзья, которые приходят домой, говорят, что это не похоже на сливочное пиво. Поэтому похоже как будто на мороженое. Ну, как вы считаете, я могу, конечно, вот эту деталь, которую я хотел создать роль... Эффект, точнее, пенки, типа, я могу ее заменить просто на обычную один на один круглый пин. И все. Будет тогда так не очень детализировано, скучновато смотреться. Но так вроде выглядит неплохо. Также имеются свечки, еще всякие заклинания, письма, где вот здесь письмо есть. Поэтому все в процессе. Здесь будет вход, три метлы. Раньше как-то он... Был даже прикол такой в Гарри Поттере. Назывался этот бар до того, как он назывался три метлы. Он назывался одна швабра. Или что-то такое, или один веник. Можно прикольнуться и вместо трех метел одну швабру вот такую впихнуть. И будет прикольно. Ну, у нас с трех метлами настолько долгая история, что даже стыдно признаться. Я здесь бывал, когда заведение еще звалось один веник. Так, и вот как уже неплохо, в принципе, смотрится улица. Можно вот так вот прогуляться, в принципе, по ней камерой. Вот отсюда мне прям очень нравится вот это здание. Это оно так сочетается друг с другом неплохо. Извиняюсь. Пришлось улицу чуть-чуть сократить, так как это здание получилось на одну витрину больше, чем я планировал. Но здесь я дорожку эту увеличу. Она здесь будет продолжена. И уже сверху, как видите, смотрится гораздо лучше. Уже достаточно много зданий. Осталось всего лишь два здания. Это вот бар три метлы. Как видите, достаточно он крупный. Как два там каких-то... Как два этих здания в сумме. И также здесь еще будет кабания-голова здания. И здесь, в принципе, можно тоже небольшое здание, как это построить. Как здание, которое вы выбирали название. С музыкальными инструментами. Пока идет еще опрос в предыдущем видео. Не предыдущем, по-моему. До этого видео было. Там был опрос. Еще пока там прям горячая такая битва. Когда окончательно решится название, то тогда я буду... Ну, тогда я его уже буду называть там. Как решим, соответственно. Вот. Ну и, в принципе, по срокам, когда закончится это уже создание этой постройки, я думаю, через месяц-два точно уже даже можно будет выпускать обзор. Если я буду там... Ну, не каждый день, но каждую неделю делать по одному зданию. То есть, соответственно, доделаю то и это уже две недели. И потом будет полностью вся детализация. А также полностью весь перебор зданий. То есть, я их буду до конца уже детализировать. Добавлять всякие детали, которые я не успел сделать. Здесь вот, как вы видите, то есть много на самом деле работ. Еще с этой стороны, вон, почти у всех зданий нет задних крышек, чтобы закрыть стены. И оно не смотрелось вот как здесь. Видите, сильно пусто смотрится. Вот. Поэтому работы еще много. Но, в принципе, это на самом деле даже очень интересно строить. Ну, а вы меня, главное, поддерживайте лайками. И также пишите в комментариях, что вы думаете. Присылайте в комментариях свои прикольные идеи. Вот. А с вами был я, Марк. Всем спасибо большое за просмотр. И всем пока. Кстати, еще у меня есть инстаграм. Марк Легобой. Там туда можете заходить по ссылке в описании. Я уже выставляю там постоянно всякие сториз. Или просто посты выкладываю. И вы первыми можете увидеть уже, кто был подписан. Давно увидел уже, что это я сделал. И, возможно, уже следующую даже часть этого здания со стенами вы уже можете посмотреть. Поэтому не забываем подписываться. Спасибо.